Ну один же, подождите, Березуцкий. Так, ну ладно, что у нас там в турнире происходит? Они оба были крайние. Что у нас происходит в турнире? Игношевич в середине. Пригорье, кстати, правда, это вопрос о планах остаток набить на рейтингах 2 500. Может быть это была и не самая настоящая идея. Одна осечка и привет. Ежи у нас, ежи тоже есть. У нас ежик два раза приходил к нам во двор. Так, сейчас будем под атакой стоять точно. Так, Шима Стрим. А мы у нас его понизили. Это кто у нас Шима Стрим? Он наградит конч 3, слон Ф4, да, по-моему? Ну, 2 929. Здесь у меня есть заготовочка по партии... По партии Есипенко-Ван Форест. По-моему, Ван Форест там очень комфортно упоится. У него есть, по-моему, Рубика на Личес. Посмотрим, что и Шура у нас придумает. Ну, здесь точно расслабляться нельзя. Не очень. Так, ну, слон е2, по идее, должно быть безобидно. Это я не очень. По идее, должно быть безобидно. Хотя сейчас есть прикольный вариант, типа, если я конь с 6, скажу, конь б5. А-а-а, и грозит конь б6, шаг. Да, у него слон уже 4, ядолюкий. По-моему, коль за 7. То есть, видимо, надо пойти А6 на всякий случай. Опасно, да, очень опасно. Очень опасно. Сейчас где-то слон Б4 пойду, если даст. По крайней мере, атаки у него пока нет, уже хорошо. Ты нуля, очень опасно здесь. Шура всех порвет. У меня папа тоже Шуры называет, так что здесь у нас, здесь у нас боевик. Два Шуры сошлись. Ладья, да, один ход довольно странный. Но, видимо, хочет пойти конь и 5. Хочет пойти конь и 5 и напасть. Ферзь е3. Я, насколько понимаю, он игрок сильный, конечно, но не очень быстрый. Не очень быстрый, в этом наш шанс. Ну, позиция, конечно, у нас суперкомфортная здесь. То есть, атаки не должно быть, по крайней мере. Понятно, что он человек очень творческий, оригинальный, креативный. Вязкая позиция такая. То есть, я думаю, черных уже поприятнее чуть-чуть. Надеюсь, видео он не выпустит. Ну, А4, все, полетел в атаку. Полетел в атаку. Ну, мы тогда на Перджиум играем. Стандартную нашу атаку меньшинства. Шура, что ты делаешь? Так, А6 пока затормозил. Где Буку появляется в каком углу? В разных углах. Так что здесь тоже я ничего особо не могу сказать. Так, уже, блин, зашел. Сейчас на А6 будет жертвовать. Что ты, конь Ж4 пошел? Ну, а пока съел, король А8. Конь на Ж3 у него плохо стоит. В этом плюс моей позиции, что конь ни на что не может напасть. Справа, ладья где-то еще заходит с этой стороны. Прикольно, что он, как бы, эту пешку вообще игнорирует полностью. Мне кажется, я могу съесть, почему нет? Там же еще на Ц3 потом съел. Слон Е5, слон Ф6. Если он бьет, я бью Ф6. Блин, на Б2. Я же забыл на Б2. Даже интересно, что он здесь придумает. Блин, я же забыл на Б2. Ту-ту-вик, ту-слов, как говорит Магнус. Ты елы-полы, ой, зевно. Сейчас ладью протащат. Так, где-то на Е6. Блин, я, кстати, уже чувствую, что как-то становится довольно жарко. Так, конь Д3, по-моему, есть ход. Один раз буква замаскировалась, но это было не специально. Так, здесь я съем, и слон Ж5. Зевнул на ровном месте. Ну, очень, Шура что-то не впечатлил в этой партии. Честно скажу, просто сдался, да. Ну ладно, два пункта хотя бы с него добрали, так что нормально. Зевнул. А так и в Карлсбаре уже не сильно страшный. Но так и оказалось, да, не сильно страшный. А так, я думаю, что без Горького два просто зевнулся, честно говоря. Так что в этом плане нам повезло. Но боится в любом случае было довольно комфортно. В первую очередь за счет того, что конь Д3 совсем не идет. Так что здесь довольно четко получилось. Продолжение следует...